Сегодня случай помог узнать мне тайное горе птицкого сердечка. Под вечер Мунисэ вдруг исчезла. Хотя ей было известно, что она нужна мне, мы все еще не уложили вещи в дорогу. Я несколько раз позвала ее, ответа не было. Видно, девочка вышла в сад. Я открыла окно и крикнула «Мунисэ! Мунисэ!» Тоненький голосок отозвался издали, оттуда, где стояла усыпальница Зенни Баба. «Я здесь! Я иду!» Когда Мунисэ пробежала домой, я спросила, что она делала на кладбище. Девочка растерялась. Она начала лепетать что-то невразумительное и непонятное. Она хотела меня обмануть. Я внимательно посмотрела ей в глаза. Они были красные. На побледневших щеках остались следы недавних слез. Меня охватило беспокойство. Я взяла Мунисэ за руки, принялась настойчиво расспрашивать, что она делала у гробницы. Почему плакала? Девочка отворачивалась, прятала лицо и губы ее дрожали. Надо было во что бы то ни стало заставить Мунисэ признаться. Я заявила, что если она будет такой скрытной, я ее оставлю в зениляш. Тут девочка не выдержала, опустила голову, точно каялась в смертном грехе. И робко пробормотала. Меня пришла проведать мама. Узнала, что я уезжаю. Не сердись об Аджим. Я поправила волосы, упавшие на ее лицо. Нежно погладила по щеке. Мягко и спокойно сказала. Чего же ты боялась, глупенькая? Почему плакала? Ведь это твоя мама. Конечно, ты должна была проститься с ней. Бедняжка не верила своим ушам. Она пугливо поглядывала на меня и придумывала смешные детские отговорки, стараясь уверить, что не любит эту женщину, которую все проклинают и ненавидят. А я видела, как горячо она любит мать. Дитя мое, сказала я, это очень плохо, если ты не любишь свою мать. Тебе должно быть стыдно. Разве можно не любить свою маму? Ступай, беги, верни ее и передай, что я хочу непременно ее видеть. Я сейчас приду к усыпальнице. Мунисэ припала к моим коленям, целовала подол платья и бегом кинулась в сад. Знаю, я поступила неосторожно. Если в деревне станет известно, что я виделась с этой женщиной, обо мне подумают очень плохо. Возможно, даже, что меня проклянуть? Ну и пусть. Мне пришлось долго ждать в рощице, возле усыпальницы Зенебаба. Несчастная мать успела уйти далеко. Кажется, чтобы вернуть ее, девочке пришлось бежать напрямик через зарослик мыша. Наконец я увидела их, мать и дочь. Боже, какая это была грустная, какая печальная картина. Они шли не вместе, словно стыдились, избегали друг друга. Нарочно медлили, делали вид, будто вязнули в грязи. Я приготовилась сказать этой женщине несколько ласковых слов, полных любви и нежности. Но ощутившись лицом к лицу, мы не знали, о чем говорить. Это была высокая и статная женщина в ветхом, заплатанном чершафе. Лицо покрывало не щедра, а фиолетовый платок. На ногах стопканные, насквозь промокшие туфли с сбитыми каблуками. Я видела, что она дрожит, словно боится кого-то. Как можно спокойнее, стараясь не волноваться, я сказала, откройте лицо. После некоторого колебания женщина откинула платок. Она была светловолосая и довольно молодая, не более 30-35 лет на вид. Но лицо было такое усталое, такое измученное. Я думала, подобные женщины сильно красятся, но на лицо у нее я не увидела и следа краски. Больше всего меня поразило их внешнее сходство. На мгновение мне даже почудилось, что это сама Мунисе, которая вдруг выросла, стала взрослой женщиной. Затем, затем я схватила девочку за плечи и прижала к себе. Грудь моя вздымалась от волнения, глаза наполнились слезами. Я взяла на себя большую, очень большую ответственность. Но я непременно воспитаю Мунисе порядочной женщиной. И это будет моим самым большим утешением в жизни. Я сказала женщине, словно точно была уверена, что в эту минуту она думает то же самое. Моя дорогая Ханым, волею судьбы вам не выпало счастья воспитывать самой эту маленькую девочку. Что поделаешь, такова жизнь. Я хочу вам сказать, пусть ваше сердце будет спокойно. Я приютила Мунисе и воспитаю ее, как свою собственную дочь. Я ничего не пожалею для нее. Кажется, мои слова приободрили женщину. Я все знаю, милая барышня, сказала она. Мунисе говорила. Иногда мне случалось бывать в этих местах, и я заходила ее проведать. Да наградит вас Аллах. Значит, вы виделись в Мунисе? Я почувствовала, что ручонками Мунисе, обнимающие меня, задрожали. Опять открылся ее секрет. Значит, девочка такому виделась с матерью. Но самое грустное во всем этом было другое. Мунисе стыдилась говорить матери, что скрывают от меня эти встречи. Если бы мы остались здесь, вы всегда могли бы видеть Мунисе, сказала я. Но завтра мы уезжаем в Баликасиш. Куда мы двинемся оттуда, неизвестно. Пусть ваше сердце не тревожится, моя дорогая Ханель. Не могу обещать, что я заменю ей вас. Мать никто не может заменить. Но я постараюсь быть для нее заботливой сестрой. Кто-то шел внизу в зарослях камыша. Это был, наверное, отец моего ученика Джафер Аги. Он часто ходил на болото, охотится на диких уток. Женщина вдруг заволновалась. Мне надо уходить, моя дорогая Ханель. Никто не должен меня видеть рядом с вами. Эти слова лишний раз подтвердили ее чуткость. О том же говорила ее внешность, манера держаться. Мунисе унаследовала от своей несчастной матери и лицо, и тонкую благородную душу. Бедная женщина старалась уберечь меня от сплетен. Но задела мое самолюбие. Так хотела, чтобы в ее сердце сохранилось теплое чувство обо мне. Я сделала вид, что сплетни немало не волнуют меня и сказала, «Почему вы торопитесь? Побудьте еще немного». Несчастная мать с глубокой признательностью смотрела на меня. Я видела, что она страстно желает поцеловать мне руку, но не смеет прикоснуться ко мне. Мы присели на тонкий ствол тополя, поваленный последней бурей, и посадили между собой мунисе. Бедная женщина заговорила. Она волновалась, спешила, словно чувствовала, что ей станет легче, если она расскажет о своей жизни. У нее был правильный стамбульский выговор. Я услышала простую, но грустную историю. Она родилась в Стамбуле, в Румели-Кавак. Румели-Кавак, район Стамбула. В семье мелкого чиновника. Вскоре умер отец, затем и мать. Сироту удочерила богатая семья из Бакыр-Кея. Девочку воспитывали вместе с другими детьми, обращались с ней, как с маленькой барышней. Когда ей исполнилось 15-16 лет, к ней стали присылать свотов из состоятельных семей. Но девушка под разными предлогами всем отказывала. Дело в том, что сердце ее было отдано другому. Она любила младшего сына в приютившей ее семье, юношу, у которого едва только начали пробиваться усики. Он учился в военной школе Хабрие. У девочки не было никакой надежды. Она понимала, что является в доме всего-навсему приемышем. Но какое-то было счастье видеть хоть раз в неделю его лицо, слышать его голос. Неожиданно главу семейства перевели в Баликасиш на должность Дифтердара. Дифтердар, заведующий финансовой частью Вилоета. Пришлось сниматься с МИА. В Стамбуле остался только младший сын, воспитанник Харбия. Четыре месяца, пока девушка не видела своего возлюбленного, показались ей четырехлетней разлукой. Она чуть ли не сошла с ума от тоски. Наконец, юноша приехал в Баликасиш на летние каникулы. И тут все обнаружилось. Бе и Фенди, Ханым и Фенди, их дочери, все разом ополчились против несчастной сироты. Не заходили ее больше держать в своем доме и отправили в окрестную деревушку к какой-то женщине. Там и родилась старшая сестренка Мунисе, умершая потом в четырехлетнем возрасте от дифтерита. Кто мог жениться на женщине в таком положении, с ребенком на руках? Наконец, она вынуждена была уступить уговорам и согласиться выйти замуж за чиновника лесничества. Сначала она даже пыталась примириться со своей участью, покориться судьбе. Но когда мужа перевели в деревню Зейни-Ляш, безысходная тоска охватила ее. Она чувствовала, что сходит с ума в темной, закопченной лачуге и таяла с каждым днем. Рассказывая все это, бедняжка, казалось, видела себя снова на дне страшной пропасти. На лицо ее легла тень усталости, плечи опустились, и тело обмякло. Женщина продолжала рассказ. Как раз в то время в деревне остановился отряд жандармов, выслеживающий разбойников. Солдаты разбили палатку у зарослей камыша. Молодой капитан, командир отряда, целый месяц преследовал ее, добивался любви. В конце концов она поддалась искушению, бросила мужа, ребенка и сбежала с офицером. Не знаю почему, но эта простая история растрогала меня. Опускались сумерки. Я поднялась и пошла к школе, оставив мать и дочь одних. Несомненно, у этих двух людей, которые, возможно, никогда больше не увидятся, было, что сказать друг другу в минуту расставания. В моем присутствии они не могли бы спокойно обняться и поплакать. В их сердцах навеки осталась бы боль от невысказанных слов, невыраженных чувств. По дороге к школе, переступая через могильные камни, я глубоко задумалась. Мунисе, я любила тебя, потому что считала одинокой. Мне всегда было жаль маленькую сиротку, но в эту минуту я ревную. Ревную к твоей матери. Она несчастная, падшая женщина, но все-таки она тебе мать. «Расставаясь с родными местами, ты увезешь с собой в сердце память о нежных материнских глазах, а на губах горькую прелесть материнских слез». Баликасиж, 10 марта. Сегодня утром, когда Мунисе еще спала, я набила портфель бумагами, привезенными из Ениляш, и отправилась в отдел образования. Час был ранний, двери учреждения только что открылись. В комнатах сидело несколько заспанных чиновников. Они вяло пили кофе и курили на ргеле. За столом, где когда-то восседал старший секретарь в красном кушаке, я увидела худощавого и Фенди с курчавой черной бородкой и засаленным воротом. Я справилась у какого-то чиновника. Тот объяснил мне, что вместе с заведующим отделом сменился и старший секретарь. Значит, мне следовало обратиться именно к этому бородатому и Фенди. Я подошла, поздоровалась, представилась и сказала, что мне надо сдать документы школы Ениляшка, которая была закрыта по приказу нового заведующего отделом образования. Старший секретарь подумал и сказал, да, да, верно, хорошо, вы немного подождите в коридоре, сейчас придет господин заведующий. Ровно три часа пришлось мне провести в мрачном коридоре с низким потолком. Проходившие мимо коса поглядывали в мою сторону, а некоторые даже зубоскалили. У подоконника стояла сломанная лестница. Я присела на перекладину и принялась ждать. Окно выходило в запущен двор Мердесе, Мердесе, духовная школа. Какой-то софта в голубых штанах софта учащейся Мердесе. Засучив рукава, мыл в бассейне зелень. На развесистой чинаре, крона которой подступала к самому окну, резвилась тайка воробьев. Я сидела, упершись локтями в колени и подперев подбородок ладонями. Вчера утром в это время мы еще были в Зениляш. Мои ученики от мала до велика проводили меня до самой дороги, которая тянулась между скал. Какое у меня глупое сердце! Я так быстро привязываюсь к людям! Когда я жила в Тикердаге, муж тетки Айши дядя Азиз брал меня за руки и говорил, «Ох, и назойливая же ты! Сначала дичишься людей, убегаешь от них, а потом так пристаешь, хуже, чем липучая смола!» Дядюшка верно определил эту черту моего характера. Покидая Зениляш, я жалела детишек, потому что они были для меня и самыми красивыми, и самыми уродливыми, и самыми бедными. Что же станет со мной, если в каждом месте, откуда мне придется уезжать, будет оставаться частичка моего сердца? У дороги бедные дети один за другим подходили ко мне и целовали руку. Чабан Мехмед и Зихра прислали мне новорожденного козленка, у которого даже еще не открылись глаза. Я передала этот теплый комочек в руки Мунисе. Подарок пастуха растрогал меня до слез. Наконец, грустно, зазвенели колокольчики, и телега покатила по безлюдной дороге, оставив позади деревню Зениляш. Мы с Мунисе махали ребятам до тех пор, пока их головы не скрылись за черными скалами. Едва наша телега остановилась перед гостиницей, мы оказались свидетелями веселой картины. Старый Хаджикалфа гнался за огромной кошкой, которая выскочила из дверей с куском печенки в зубах, размахивая морпучем, морпучь, длинная кожаная трубка на ргеле, по которой проходит дым, как плеткой. Он промчался мимо телеги, крича, «Погоди, у меня проклятая кошка, я тебе шкуру спущу!» Я окликнула, «Хаджикалфа!» Старик остановился. Он не мог сразу сообразить, кто зовет его. Тут наши глаза встретились. Хаджикалфа скинул вверх руки и прямо посреди улицы, что было силы, завопил. «Ах, моя дорогая учительница!» Надо было видеть радость этого номерного. Он весело крикнул, кошке вслед, которая с добычей в зубах пыталась вскарабкаться на стену разрушенного сарая. «Беги!» «Жри себе на здоровье!» «Не бойся, все тебе прощаю!» И кинулся ко мне. Хаджикалфа был так рад встрече, что увидел Муниссе, которая шла следом за мной с козленком на руках только на втором этаже гостиницы. «Вай, Хаджиным!» «А это кто?» «Откуда она взялась?» спросил старик. «Это дочь моя Хаджикалфа. Разве ты не знаешь?» «Я в зене-ляж вышла замуж, и теперь у меня дочь!» Хаджикалфа погладил Муниссе по щеке. «Смотри не на того, кто говорит, а на того, кто заставляет говорить. И такое случается, если Бог захочет!» Девочка хорошая, крепкая, ладная. По счастливой случайности моя старая комната с голубыми обоями оказалась не занятой. Как я обрадовалась! Вечером Хаджикалфа потащил меня к себе домой ужинать. Я хотела отказаться, сославшись на усталость, но старик и слушать не хотел. «Вы посмотрите на нее!» «Устала!» «Хоть шесть месяцев будешь идти пешком, все равно цвета его лица не изменится, клянусь тебе!» «Все хорошо!» «Все прекрасно!» Но вот только один вопрос не дает мне покоя. Вчера вечером, перед сном, я занялась финансовыми расчетами. Результат оказался столь плачевным, что мне не хотелось даже верить. Я вторично подсчитала уже по пальцам. К сожалению, ошибки никакой не было. Все складывалось очень грустно, но я не могла удержаться от смеха. До сих пор мне казалось, что я живу на деньги, заработанные моим трудом, но, оказывается, я расходовала те скромные сбережения, которые у меня имелись. Моя бедная гумиссаль Калфа, подруга мамы и ее нянька, говорила, что я поступаю очень опрометчиво, отправляясь в чужие края и не имея при себе достаточно денег. Она продала бриллиант, доставшийся мне от матери, зашила вырученные деньги в мешочек и отдала мне. Все это время у меня было много расходов, и понятно, ведь я так долго сидела без работы, много денег ушло на переезды. Да я никогда и не думала, что мне придется работать всего-навсего сельской учительницей с мизерным окладом. Меня окружали голодные, несчастные дети, и я считала своим долгом оказывать им посильную помощь. Но часто люди бывают такими бессовестными. Видно, мое доброе лицо придавало беднякам смелости. И в последнее время количество рук, протянутых ко мне за подаянием, сильно увеличилось. Конечно, моего жалования я до сих пор так и не знаю, сколько оно составляло. Не могло хватить на все мои нужды. За два месяца мне даже не уплатили, и так расходов было много. Всякий раз, когда наступали денежные затруднения, я обращалась к своему заветному мешочку. Но сейчас бедный мешочек был так легок, что я даже не осмеливалась пересчитать его содержимое. Я сидела в коридоре на лестничной перекладине и задумчиво теребила листочки чинары, которые лезли в окно. От этих грустных мыслей мне хотелось и плакать, и смеяться, но я снова придумала себе утешение. Не горючее, Лыкушу, да, ты ничего не заработала, но ведь ты узнала, что такое жизнь, узнала, что значит перебиваться, научилась терпеть, а разве этого мало? Теперь ты бросишь ребячество и станешь солидной, благовоспитанной дамой. Вдруг в темном коридорчике поднялся переполох. Старый служитель с пальто в одной руке и с тросточкой в другой промчался к кабинету заведующего. Через несколько минут на лестнице показался сам крошка заведующий. Величественно подняв голову, поблескивая моноклем, он проследовал к себе. Я хотела войти следом за ним, но тут передо мной вырос бородатый служитель, который только что пронес трость и пальто решит назыма. «Погоди, погоди, Ханым», остановил он меня. «Пусть Абеофенди передохнет, куда торопишься?» «Удивляюсь, как ты девять месяцев высидела в животе у матери?» Я уже успела привыкнуть к подобному обращению, поэтому и не подумала сердиться, а напротив мягко спросила. «Дорогой папаша, когда Абеофенди выпьет свой кофе, дай ему знать. Скажи, приехала учительница, которую вы ждете». Разумеется, заведующий отделом образования не ждал меня, но я решила, что, если я скажу именно так, служащий, возможно, проявит больше усердия. Что делать? Приходится прибегать к подобным хитростям. Через пять минут старый служитель опять появился в дверях. Так как я была в черном чершафе, он не сразу заметил меня и принялся ворчать. «Где эта женщина?» «Хай, Аллах!» Торопит только человека, а сама убегает. «Не сердись, отец, я здесь. Можно войти?» «Входи, входи!» «Желаю удачи!» Решит назым, с непокрытой головой восседал за столом. В углу его рта была зажата огромная сигара. Он заговорил с пожилым мужчиной, который развалился в кресле. Важный надменный голос заведующего как-то не вязался с его крошечной фигурой. «Эффендим, что за страна?» «Что за страна?» восклицал он. «Совершают такое мотовство, живут так расточительно и не могут заказать себе визитную карточку. Сотни человек в день передают через служителя, что они хотят меня видеть. Но разве может служитель правильно выговорить их имена?» Вот и получается неразбериха. «Я сторонник того, чтобы в учреждениях применять систему Петра Безумного, Петр Безумный, так турки называли русского царя Петра I. За чиновниками надо следить не только на работе, но и дома, и в их личной жизни. Надо смотреть, что они едят, что пьют, где сидят, где гуляют, как одеваются. Надо повсеместно вторгаться в их жизнь. Как только я пришел, первым делом разослал по школам указ, где заявил, что уволи всех учителей, которые не будут бриться хотя бы раз в два дня, которые будут ходить в неглаженных брюках и носить рубашки без воротничков. Вчера делал ревизию в одной школе, встречая у дверях учителя. Я сделал вид, что не узнаю его и говорю, пойди скажи учителю, пришел заведующий отделом образования. Тот мне отвечает, офендим, учитель, ваш покорный слуга. Я ему говорю, нет, ты, наверное, сторож в этой школе. Учитель не может ходить в таком тряпье. Если бы я встретил учителя, одетого таким образом, я бы за шиворот вытолкал его на улицу. Неряха даже остолбенел, а я, не глядя на него, вошел внутрь. Завтра опять наведаюсь в эту школу, и если увижу учителя в таком же одеянии, то че же уволю. Я ждала, когда заведующий замолчит, чтобы заговорить самой. Но он уже не мог остановиться и кипятился все больше и больше. Да, офенди, недавно я разослал по школам приказ. Учители и учительницы должны непременно заказать себе визитные карточки. Обращения в инстанции без оных будут оставаться без внимания. Но разве кто поймет тебя? Тот заведующий неожиданно обернулся ко мне и сердито сказал, держу пари, что госпожа учительница тоже получила мой приказ. Но, несмотря на это, она обращается ко мне все-таки без визитной карточки. И вот служитель опять пропел свою старую песню. Вы вызывали одну ханым? Она пришла. Какая ханым? Что за ханым? Махмед Ага в желтых сапогах, что ли? Я столбенела. Выходит, весь этот поток красноречия, весь этот гнев были адресованы мне и только потому, что я смелилась в эти безвизитные карточки? Чикане. Я не получала от вас приказа, сказала я. Это почему же? Где вы учительствуете? В селе Низи и Неляш. Вы приезжали к нам на прошлой неделе. Это та самая школа, которую вы приказали закрыть. Заведующий вскинул вверх одну бровь, подумал немного, а затем сказал. Ах, да, вспомнил. Так что вы сделали? Формальности окончены? Все сделано, как вы приказали, Эйфенди. Я привезла бумаги, которые были затребованы. Хорошо, отдайте их старшему секретарю, пусть изучает. Старший секретарь с засаленным воротом допрашивал меня битых два часа. Он несколько раз перечитывал одни и те же документы, спрашивал у меня что-то такое, что я никак не могла понять. Требовал расписки за мелкие расходы, расписки в получении денег, счета, копии заявлений и так далее и тому подобное. Наконец, он заявил, что считает недействительными протоколы Деревенского совета старейшин, которые я привезла с собой Зини-ляж. Отвечая, я все время путалась, сбивалась. Старший секретарь пренебрежительно скривил губы, словно хотел сказать, разве это учительница? Он чуть ли не заставил меня разреветься из-за неправильной наклеенной гербовой марки. Он придирался к каждой мелочи. Не помню, сколько-то там лет назад какой-то учительница в Зини-ляж дали 250 курушей на ремонт школьной крыши. Так вот, расписки в получении этих денег не оказалось. Старший секретарь прямо-таки вскипел. Где же счет, подтверждающий затраты на ремонт? Где расписка? Не найдешь, пойдешь в суд. Бэй Фэнди, сказала я, что вы говорите? Я ведь там и полгода не работаю. Я чуть не плакала, но старший секретарь и знать ничего не хотел. Наконец он вскрикнул, хватит, Ханэмэ Фэнди, я не допущу такого безобразия. У меня нет времени, от ваших дел с ума можно сойти. И, схватив бумаги, кинулся в кабинет заведующего. В комнате сидели два секретаря. Один был в чалме, другой молодой человек, у которого только начали пробиваться усики. Во время моей беседы со старшим секретарем, они, казалось, были всецело поглощены работой и не обращали на нас никакого внимания. Но не успел старший секретарь выйти из канцелярии, какого чиновника вскочили со своих мест, припали к двери кабинета заведующего и стали подслушивать. Впрочем, секретари старались напрасно. Через две минуты решит назым, разразился такой громовой бранью, что его можно было услышать не только в соседней комнате, но даже на улице. Секретарь в чалме радостно похлопал молодого по спине и сказал, да наградит Аллах нашего медюрбея. Дай-ка жару этому врагоносцу, пусть неверный проучит безбожника. Заведующий выговаривал старшему секретарю, надоел ты мне, милый, надоел. Что это за формализм? Ты заплесневелый бюрократ. Женщина права, ведь не может она родить тебе такую стародавнюю расписку. Если ты ничего не соображаешь, ступай отсюда. Иди, можешь убираться куда хочешь. Сам не уйдешь, я тебя сам уберу. Живо! Тотчас пиши заявление об отставке. Не напишешь, ты не мужчина. Я чувствовала себя очень неловко. Послушайте, господа, обратилась я к чиновникам. Кажется, я стала причиной большой неприятности. Может быть, мне лучше уйти? А то разгневанный старший секретарь скажет мне что-нибудь неприятное. Секретарь в чалме готов был плясать от радости. Нет, сестричка, сказал он, не придавая этому никакого значения, так и на дорогоносцу. Наглый пес на шею сядет, если кто-нибудь еще более бессовестный изредка не будет воздавать ему по заслугам. Да наградит тебя Аллах! После такой взбучки он успокаивается на несколько дней и сам отдыхает, и мы тоже. Заведующий за дверью молк. Чиновники тотчас бросились по своим местам. Секретарь в чалме громко зашептал «Хорошая поговорка, пусть неверный проучит безбожника». В канцелярию вошел старший секретарь. У него заметно тряслись колени и борода. Не поворачивая головы, он краем глаза взглянул на своих коллег. Те так смиренно и старательно работали, что бюрократ, получивший только что взбучку, успокоился и, бормоча себе под нос, сел на место. Но он еще долго не мог оправиться, пыхтел, отдувался, наконец тихо заговорил. Пятьдесят лет рогоносцу занимал такие посты, а в делах разумеет меньше нашего сторожа. Сам он завтра уберется отсюда к чертовой матери, а гром грянет на наши головы. Так и будет. Наскочит какой-нибудь ревизор, глянет в нашей бумаге и тотчас же скажет, ну и типы, ну и ослинные головы, почему нет расписки за эти двести пятьдесят курши. Как вы допустили такое безобразие? Он будет прав, если всех нас загонят на скамью подсудимых. Есть закон о государственной казне. С ними шутки плохи. Клянусь Аллахом, даже если мы все околеем, эти деньги вычтут лет через сто с наших внуков и правнуков. Секретари подняли головы от конторских книг и с почтительным видом слушали эти проникновенные слова. Старший секретарь счел обстановку благоприятной и спросил, слыхали, какую чепуху нес этот тип? Секретарь счел, мне сделал удивленное лицо. А что такое? Мы слышали какой-то голос, но к вам ли это относилось? Частично ко мне. Не огорчайтесь, что он понимает в делопроизводстве. Не будет вас в этом учреждении, в три дня все пошло бы прахом. И это говорил секретарь в чалме, тот самый, который минуту назад, как ребенок радовался, слушая, каким оскорблением подвергается его старший коллега. Господи, что за странные люди? Но прогнозы секретаря в чалме оказались верными. После полученной взбучки старший секретарь заметно смягчился и успокоился. Он закурил сигару и, попыхивая дымом во все стороны, сказал, «Эх, и это благодарность людям, которые так преданно служат государству». Старший секретарь больше не придирался и в один миг принял от меня дела. Когда я минуту спустя опять вошла в кабинет заведующего, у меня от усталости подкашивались ноги, а в глазах темнело. Решед Назым был занят уже другим делом. Под его руководством слуги вытирали в комнате пыль. Он ругал их, заставлял по нескольку раз перевешивать картины на стенах, а сам то и дело поглядывал в ручное зеркальце, поправляя прическу или галстук. Несколько фраз, которыми заведующий обменивался с пожилыми Фенди, по-прежнему сидевшему в углу комнаты, объяснили мне причину столь тщательных приготовлений. В вчера на приеме у губернатора Ришид Назым познакомился с этим иностранцем и его женой. По его словам, Пьер Фор был очень интересным человеком. Заведующий надеялся, что журналист обязательно напишет ряд статей под заголовком «Несколько дней в зеленом Вали Кассиш». Ришид Назым взволнованно сказал, «Супруги обещали нанести мне визит сегодня в три часа. Я покажу им несколько наших школ. Правда, у нас нет такой школы, которую мы бы могли с гордостью показать европейцу, но мы прибегнем к политическому маневру. Во всяком случае, я надеюсь, нам удастся вырвать статейку в нашу пользу. Хорошо, что я здесь. Случись это при моем предшественнике, мы бы с головы до ног опозорились в глазах европейцев». Я продолжала стоять у дверей возле ширмы. «Ну что еще, ханым офенди?» спросил меня торопливо заведующий. «Я сдала дела с формальностями поконченной офенди. Отлично, благодарю вас». «Благодарю вас, вы можете идти. Вы собрались распорядиться в отношении меня, я имею в виду на новое назначение». «Да, но сейчас у меня нет вакантных мест. При случае мы что-нибудь придумаем. Встаньте на учет в канцелярии». Эти слова заведующий произнес старпливо и резко. Он ждал, чтобы я поскорее ушла. «Вакантное место». Эту фразу я часто слышала в Стамбуле в Министерстве образования. К сожалению, ее смысл был мне хорошо известен. Раздраженный тон заведующего пробудил во мне странный протест. Я сделала шаг к двери, намереваясь выйти. Но в эту минуту вспомнила про свою манисе, которая ждала меня в гостинице в нашем маленьком номере, забавляясь крошечным козленком. Да, теперь я уже была не одна, и я не была прежней Фериде. Я была матерью, на которой лежала ответственность за судьбу ребенка. И тогда я вернулась опять к столу. Я стояла, опустив голову, как нищенка, просящая милостыню под дождем. В ее голосе звучали страх и мольба. Бэйфэнди, я не могу ждать. Мне стыдно говорить, но я стеснена материально. Если вы сейчас же не дадите мне работу, горло подступил ком, глаза наполнились слезами. Как мне было стыдно и горько. Заведующий все так же раздраженно и нетерпеливо ответил. Я уже сказал вам, Ханым, у меня нет вакансий. Правда, в деревушке Чадрлы есть школа, если хотите отправляйтесь туда, но пеняйте потом на себя. Говорят, это ужасное место. Кажется, дети там занимаются в сельской кофейне. Жилья для преподавателя нет. Если вы согласны, я назначу вас туда. Если вы хотите лучшего места, терпите. Ну, Ханым, эфэнди, жду вашего ответа. Я слышала, что деревня Чадрлы во много раз хуже Зейниляш. Но лучше было ехать туда, чем месяцами прозябать поликасиш и подвергаться всевозможным оскорблениям. Я еще ниже опустила голову и не сказала ничего, а скорее вздохнула. Хорошо, я вынуждена согласиться. Но заведующий не услышал моего ответа. Неожиданно распахнулась дверь, и в нее врывался возглас. Идут! Решит Назым, поспешно застегнул свой долгополый сюртук и выскочил из кабинета. Мне не оставалось ничего другого, как только уйти. У двери я услышала французскую речь. Говорил заведующий, входите, прошу вас. На дороге появилась молодая женщина в широком монто. Увидев ее лицо, я не смогла сдержать возглас удивления. Супругой журналиста оказалась моя старая подруга по пансионату Кристиана Варес. Когда-то во время каникул Кристиана уехала с родителями во Францию. Там вышла замуж за своего кузена, молодого журналиста и больше в Стамбул не вернулась. За эти годы она сильно изменилась, превратилась в важную даму. Услышав мой возглас, Кристиана повернула голову и тотчас узнала меня, хотя мое лицо было закрыто плотной чадрой. «Чалыкушу?» воскликнула она. «Моя маленькая Чалыкушу, ты здесь? Ах, какая встреча!» Кристиана была одной из тех девушек, которые любили проказницу Чалыкушу. Она схватила меня за руки, вытащила на середину комнаты, почти насильно откинула с лица чадру и расцеловала в обе щеки. Представляю, как растирался муж Кристианы, которого мне пока еще не удалось увидеть, и особенно заведующего отдела образования. Я поворачивалась к ним спиной, прятала лицо на плече подруги, старалась, чтобы никто не заметил моих слез. «Ах, Чалыкушу, я могла допустить все, что угодно, но никогда не думала встретить тебя здесь, в этом черном турецком чершафе со слезами на глазах». Наконец, мне удалось взять себя в руки. Я хотела незаметно накинуть на лицо чадру, но Кристиана воспротивилась. Она насильно повернула меня лицом к мужу и сказала, «Пьер, познакомься, это Чалыкушу». Пьер Фор был красивый шатен высокого роста. Правда, он показался мне немного чудаковатым, но возможно это от того, что я долгое время жила среди тугодумов, которые в разговоре взвешивают каждое слово. Журналист поцеловал мою руку и заговорил со мной как со старой знакомой. «Я очень счастлив, мадемуазель. Вы знаете, мы вовсе не чужие с вами». Кристиана столько раз рассказывала мне о вас. Она могла бы сейчас совсем ничего не говорить, я и сам бы узнал Чалыкушу. «У нас есть школьная фотография, где вы сняты всем классом вместе с воспитательницами. Помните, вы еще положили подбородок на плечо Кристианы? Вот видите, как я вас хорошо знаю». Супруги Фор, забыв про заведующего отделом образования, без конца болтали со мной. Неожиданно я повернула голову и увидела такую картину, что будь это в другом месте, я непременно расхолоталась бы. Вместе с гостями в кабинет вошли еще несколько чиновников. Они образовали полукруг, в центре которого стоял заведующий отделом образования. Слушая, как я говорю по-французски, все изумленно раскрывали рты, словно крестьяне, созерцающие увлекательное искусство фокусника. Среди присутствующих вдруг очутился и долговязый инженер губернского правления общественных работ, приезжавший в Зениляш вместе с Решитно-Зимом. Потом я узнала, что при гостях он был кем-то вроде церемонии мейстера. Думаю, инженер смутился, если только не забыл свои упражнения по-французски в Зениляш. Но, боже, как страдало мое самолюбие. Старая школьная подруга увидела меня в таком плачевном положении. Однако, что делать? Чему быть того не миновать? Не желая, чтобы она вдобавок ко всему узнала еще о моем моральном унижении, я призвала на помощь всю свою смелость и оптимизм, продолжая говорить бодро, громко и весело. Наконец, заведующий немного опомнился. Он сделал своими крошечными ножками смешной реверанс и показал на кресло. Прошу вас сесть, не утруждайте себя. Мне надо было уходить, я шепнула крестьяне. Ну, давай прощаться. Но крестьяна прилипла ко мне, как могла и ни за что не хотела отпускать. Настойчивость моей подруги не ускользнула от внимания заведующих. Несколько минут назад он был со мной холоден и неврежен, а сейчас склонился к глубокому почтительному поклону и подвинул к резу. Присядьте, ханым и фенди, прошу вас. Мы сели. Крестьяна все еще недоумевала, как я могла носить такой старомодный чершак. Ах, Пьер, говорила она мужу, ты не знаешь, какая это интересная девушка наша Фариде. Она принадлежит к одной из самых благородных семей Стамбула. У нее такой изящный ум, такой чудесный характер. Я была просто поражена, увидев ее здесь. Слушать похвалы подруги мне было и приятно, и немного стыдно. Время от времени я поглядывала на заведующего отделом. Бедняга все еще никак не мог прийти в себя изумление. Что касается нахального долговязывая инженера, то он забился в угол и пожирал меня оттуда глазами. Я, конечно, не смотрела в его сторону, но вам знакомо неприятное ощущение, когда по вашей щеке ползет букашка. Вот и я чувствовала, что его глаза словно букашки шарят по моему лицу, и это мне все время мешало. Для того, чтобы удовлетворить любопытство крестьяны, мне пришлось сделать следующее объяснение. Стеснить ничего удивительного. Каждый человек чем-нибудь увлекается, к чему-нибудь стремится. Вот и у меня появилась страсть школа. По призыву сердца мне захотелось работать в этом велоете, посвятить себя детям. Я довольна своей жизнью. Во всяком случае, это менее опасный каприз, чем выходить в кругосветное плавание на паруснике. Удивляюсь, как ты не можешь понять такой простой вещи. Мессия Пьер с умным видом пробасил. Не все ясно, мадемуазель. Несомненно. Это тонкое побуждение сердца прекрасно понимает и крестьяна. Она не может сразу опомниться, вот и все. Из всего этого я сделал следующее заключение. В Стамбуле есть новая плеяда молодых девушек, получивших западное воспитание. Они принадлежат не к тому поколению, которое, словно разочарованное Пьерлооти, изводит себя бесполезной тоской, а к совершенно новому типу людей. Разочарованный роман французского писателя Пьера Лотти. Пустой мечте они предпочитают действия. Оставив по доброй воле счастливую спокойную стамбульскую жизнь, они едут в дальние края, чтобы пробудить Анатолию. Какой прекрасный, какой возвышенный образец самоотречения, и какая замечательная тема для моей статьи. С вашего позволения, когда я буду говорить о пробуждении турок, я упомяну и ваше имя, мадемуазель Фариде Чалыкушу. Я забеспокоилась. Кристиана, если ты позволишь своему мужу упомянуть мое имя в газете, я с тобой поссорюсь. Пьер Фор по-своему истолковал мое желание остаться в неизвестности. О, ваша скромность тоже великолепна, мадемуазель, сказал он. Считаю своим долгом подчиняться желаниям такой девушки, как вы. Могу ли я узнать, в какой счастливой школе страны вы преподаете? Я уже сказала, чему быть тому не виноват. Обернувшись к заведующему отделом образования, я спросила, где находится школа, которую вы предложили вашей покорной слуге? Кажется, вы изволили назвать деревню Чадырлы? Пьер Фор торопливо раскрыл записную книжку. Постойте, постойте, как вы сказали Чагырла или Чанырлы? Мадмузель, если представится случай во время нашей поездки по Велоеду, мы посетим эту прелестную деревню, дабы взглянуть на вас среди ваших учеников. Заведующий отделом образования вскочил со своего места, я взглянула на него, он был красен, как рак. Мадмузель Ханым Эфенди настаивает на том, чтобы преподавать в деревне, сказал он, но я лично считаю, что она может принести куда больше пользы в качестве преподавательницы французского языка в Центральном Женском Педагогическом училище. Я недоуменно посмотрела на заведующего, он начал мне объяснять по-турецки, вы же не сказали, что окончили французский пансион и знаете французский язык, если так положение абсолютно меняется, сейчас я буду ходатайствовать о вас перед министерством, а пока не придет приказ, вы будете работать внештатно, завтра с утра приступайте к занятиям, согласны? Вот так всегда, после неприятностей жизнь награждает человека счастьем. Об этом как раз говорила любимая поговорка Гюльмисаль Калфы, если 15 ночей и месяца темны, то остальные 15 непременно светлые, лунные. Но я никак не могла предполагать, что лунный свет проглянет в кормешной тьме именно теперь, в такую неожиданную минуту. И опять я подумала о Мунисе, но на этот раз перед моим взором предстала небедная девочка, играющая с козленком в темном гостиничном номере, а нарядно одетая барышня, бегающая с обручем вокруг цветной клумбы в саду перед красивым домом. Когда мы расставались, Кристиана отвела меня в сторону. Фариде, я хочу спросить про него, ведь ты была обручена, почему не вышла замуж? Я промолчала, ты не отвечаешь, где твой жених? Я потупилась и тихо сказала, прошлой весной мы потеряли его. Мой ответ заволновал Кристиану, как Фариде, ты говоришь правду? Ах, бедная чалыкушу, теперь мне все понятно, каким ветром тебя занесло сюда. Ее руки сжимали мои пальцы и дрожали. Фариде, ты ведь очень любила его, не так ли? Не скрывай, дорогая, ты не хотела признаваться, но это всем было известно. Глаза Кристианы замутнили, словно она вспоминала какой-то далекий сон. Ты была права, взволнованно продолжала она. Его было невозможно не любить. Он часто приезжал к тебе в пансион. Помню, когда я его увидела впервые. У так жалко. Я тебе сочувствую, Фариде. Мне кажется, для молодой девушки не может быть большего несчастья, чем смерть любимого жениха. Мне кажется, для молодой девушки не может быть большего счастья, чем смерть любимого жениха. Как ты это сказала, Кристиана? Я потупилась, потом закрыла глаза и пробормотала. Да, да, ты права, Что еще можно ответить? Но я обманула тебя, Кристиана. У молодых девушек бывает большое горе. Пережить смерть любимого жениха не такое уж несчастье, как ты думаешь. У них есть большое утешение. Пройдут месяцы, годы, и когда-нибудь ночью в темной холодной комнате в чужом краю они смогут представить себе лицо жениха. У них будет право сказать «Последний взгляд любимых глаз был устремлен на меня». Губами своего сердца они поцелуют лицо милого видения. А я лишена такого права, Кристиана. Субтитры подогнал «Симон»